Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Эфир продолжается. Лето продолжается. Жизнь продолжается. Прекрасно. Даже местами чересчур жаркая погода стоит. И хочется куда-то поехать. Где-то отдохнуть. Где-то искупаться. Что-то посмотреть. Что-то попробовать. Не видно экзотическое. Не очень новое. Или повторить уже то, что когда-то понравилось. Есть у кого возможности. Так это прекрасно. В целом же, несмотря на серьезные геополитические, экономические события, даже потрясения, люди на всей планете от путешествий не отказываются. И Центр новостей ООН передает, что из Всемирной туристической организации сообщают о заметном восстановлении отрасли после отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В первые пять месяцев 2022-го международные границы пересекли 250 миллионов иностранных туристов. Хотя в прошлом году за этот период путешествия за границу совершили лишь 77 миллионов человек. Таким образом, в докладе отмечается, что сектор постепенно и постоянно восстанавливается, возвращается к доковидному уровню. Если мы возьмем конкретно Европу, то она приняла более чем в четыре раза больше международных туристов, чем за первые пять месяцев предыдущего года. Рост на 350%. Этому способствовал высокий внутрирегиональный спрос, отмена всех ограничений на поездки во все большем числе стран. И сообщается же также, что такие страны, как Сербия, Сейшелы, Румыния, Македония, Албания, Пакистан, Судан, Турция, конечно же, Мексика, Хорватия, Португалия полностью восстановились до уровня, который был до пандемии. Это что касается туризма, поэтому о туризме мы и поговорим с Константином Польговым, главой оператора Тест-тур Латвии. Константин с нами на зум-связи. Доброе утро, господин Польгов. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Прозвучавшие вот эти цифры, конечно же, не могут не радовать туроператоров, владельцев бизнеса. Насколько же вообще сумасшедший спрос, говоря о Латвии? Ну, вы правы в том, что все цифры, которые сейчас есть в Европе и в мире, касающиеся туристической индустрии, вообще индустрии гостеприимства и путешествий, они действительно бьют рекорды. И спросы и самые результаты только подтверждают, что отложенный спрос, который был из-за пандемии, длительной пандемии практически два сезона, вся индустрия с переменным успехом то открывалась, то закрывалась. Вот за два года отложенного спроса люди, которые хотят поехать, все-таки подтвердили, что для многих туризм является или путешествие является предметом первой необходимости. Есть вещи, которые были отложены, видимо, в бюджете семейном на второй план. А путешествия, которые были отложены, как я сказал, на несколько лет, в 2022 году просто цифры бьют рекорды. И невозможно даже было спрогнозировать это. Никто из специалистов не мог понять, что будет такой взрывной спрос. Конечно, мы ожидали, что можно будет увеличивать объемы и старались это учитывать. Но понимать о том, что не будет хватать самолетов или то, что с гостиницей будут повышать настолько цены, конечно, мы предусмотреть не могли. Но в этом отношении плюс. А минус в том, что хотелось заработать всех денег, но, как известно, это невозможно. Да, всех денег не заработаешь, конечно. Но у этой фразы есть предложение, но свои взять обязательно нужно. Вы упомянули вот этот ажиотажный спрос, который выражается в недостатке самолетов. И, скажем, нидерландский авиаперевозчик ЛМ сообщает, что и в сентябре, и даже в октябре продолжат продавать ограниченное количество билетов с вылетами из Амстердама. Потому что главный аэропорт страны Схипхол продолжает испытывать сложности с обслуживанием большого числа пассажиров. А, в принципе, ну, если мы возьмем ближайший регион Европа, про Амстердам только что сказал, как в целом ситуация? Стоит ли рассчитывать, если едешь, ну, условным дикарем, на какие-то задержки? И когда, в конце концов, эта ситуация может измениться в лучшую сторону? Потому что, ну, хорошо, был долгий период воздержания от полетов. Самолеты не могут стоять без дела. Многие, как AirBaltic, например, их сдали в наем другим компаниям. Ну, так и другие кому-то тоже передали свои самолеты. Когда вот этот обмен бортами произойдет уже в достаточном уровне для путешествий? И когда смогут принять на работу ранее отправленных, может быть, на простой или уволенных сотрудников наземных? Да, да. Ну, естественный спад, естественно, произойдет в конце летнего сезона. То есть тогда, когда закончится последний летний месяц, то есть август. По объективным причинам, потому что массовые путешествия, это в основном семейные путешествия. Бизнес, тревел останется примерно в том же объеме, он будет существовать круглый год. А вот массовый туризм, который связан с посещением пляжей, моря, в основном для Европы, это Средиземное море и Черное море со стороны Болгарии, например, в основном носит сезонный характер. И в конце августа этот объем, он естественным способом сократится. Но это не значит, что это будет прямо сейчас в два раза, вернее, с 1 сентября в два-три раза будет объем меньше. И люди не захотят путешествовать. Многие как бы не реагируют на то, что в сентябре пора детям в школу. Все равно понимают, что в сентябре уже намного дешевле, рискуют, берут детей с собой и продлевают себе отпуск практически до конца сентября. А летняя программа, как таковая у многих, вернее у всех авиакомпаний, летняя навигация так называемая, она продолжается до конца октября. Поэтому вот такой спрос, который сейчас есть, он не предполагает такого резкого падения. Но тем не менее, естественным способом, естественным темпом он будет оседать, начиная с сентября месяца. Да, это естественные сезонные колебания. Но помогите, пожалуйста, разобраться, куда делись самолеты. Да, окей. Смотрите, здесь, конечно, все очень трудно, надо же сказать, но еще раз, никто не мог предположить, что будет такой спрос. И авиакомпании, которые владеют большими парками самолета, естественно, должны были подумать, как сделать так, чтобы после ковида максимально эффективно использовать свой флот. Вот сразу здесь есть несколько ограничений, потому что, когда два года больше или часть авиапарка стояла на земле, во-первых, это связано с персоналом, который обслуживает самолеты и крю, то есть экипажи, которые летают на этих самолетах. Ну, во-первых, конечно, можно сидеть в длительном отпуске, но у самих пилотов существуют определенные правила, когда им необходимо летать определенное количество часов в определенное количество времени. Да, если этого не происходит, все, дальше тогда начинаются необратимые процессы, и тогда или тренажеры, или авиакомпания, вернее, пилоты уходят в другие авиакомпании, или просто идут в другой бизнес. Вообще не секрет, что, например, самые большие в мире самолеты А-380, которые были у Людгадзе, 14 самолетов, они их все припарковали на землю, и генеральный директор авиакомпании говорил о том, что, скорее всего, мы этот флоп уже не будем использовать, этот тип самолета. И стали использовать А-340, но кто понимает, в авиации понимают, то есть более старшие самолеты, они были расконсервированные, которые стояли, и, тем не менее, они сейчас летом были вынуждены брать назад самолеты, извиняться перед, как бы, индустрией, сказать, что да, мы, как бы, понимаем, что без больших самолетов сейчас просто не выживаем. Но проблема заключалась в том, что на данный момент, на какой-то период были готовы только четыре полных экипажа, а где взять новых пилотов, которые устроились уже в других компаниях, это очень сложно, это очень длительный процесс. Поэтому самолеты, может быть, и будут, а вот как их обслуживать, обслуживать тоже не должны не студенты, ну или, во всяком случае, профессионалы, которые допущены, имеют определенный опыт, это серьезная история, и где взять обслуживающий персонал, который будет следить за самолетами, а есть аэропорты, которые работают 24 часа в сутки, то есть это огромная машина, которую необходимо обслуживать 24-7. Вот в этом есть огромная проблема, и это есть как раз в том проблеме аэропорта Схиппол, которая в Амстердаме, потому что они не могут принять, или полоса тут вдруг стала меньше, или бутербродов, или воздуха в аэропорту стало меньше, против персонала нет, который может профессионально обслужить такие большие объемы. Что касается высококвалифицированных специалистов, какими, безусловно, являются пилоты, сложившаяся ситуация может ли привести к снижению квалификационных требований к ним? Нет, это безусловно нет, там требования, безусловно, очень серьезные, и никто никогда в жизни не будет в авиации заниматься такими вещами, которые связаны с, ну так, на авось полетим, или на авось обслужим, так, если простым языком. Потому что безопасность превыше всего. Это золотое правило в авиакомпании, поэтому даже нет смысла обсуждать. Хорошо, потихоньку кто-то возвращается на работу, принимают, ну там, пилоты пошли в другие авиакомпании, приходят новые, если они приходят, ну как-то процесс идет. Но все-таки есть опасения, что осенью может случиться новая волна, новые локдауны. А как это отражается на покупке, например, туров, планируется ли что-то уже на зиму? Кстати, когда можно будет зимний купить направление? Да. Здесь два момента, которые я бы посоветовал туристам, которые все-таки планируют отдыхать не летом, а сейчас зимний период, и по соображениям как бы бюджета, потому что зимой отдыхать, конечно, дешевле. На смену Турции очень дорогой придет Египет, которая, безусловно, будет дешевле. Поэтому кто-то ориентируется с летнего сезона на зимний, к тому же теплому морю, только не к средиземному окрасну. Поэтому количество таких туристов будет, но они должны понимать, что на самом деле цифры, которые растут ковида в Европе, они объективны и не реагировать на них нельзя. Что необходимо знать? Со своей стороны мы договариваемся с авиакомпаниями и с отелями, чтобы у нас не было такой патовой ситуации, когда, например, Египет может принять туристов, он не запрещает, а Латвия, например, запрещает путешествовать в этот период и не хочет, чтобы из других стран привозили заразу сюда. А деньги туристы уже ухватили, и мы должны что-то понимать с этим делом. Это не является форс-мажорной ситуацией для Египта, а для нас является. И вот что мы должны делать с Египтом, вернее, с туристами. И наоборот. Если Латвия разрешает, и Испания, например, закрыта, и, например, что делать в данной ситуации. Здесь мы, конечно, имеем опыт и получили опыт 19-20 года, когда с авиакомпаниями предварительно заключаются строгие договоры, где прописано все, что необходимо делать в случае возникновения таких вещей. То есть, по большому счету, мы уже прошли все, от эпидемии до государственных переворотов и так далее. Все, что можно было сделать для того, чтобы туристов или вывезти оттуда вовремя за один-два дня, или, наоборот, сделать так, чтобы, если они не могут туда улететь, или было альтернативное направление, или чтобы мы могли вернуть деньги, или перебронировать путешествие на удобное время. Поэтому в этом отношении надо понимать, что осень может быть богата на такие события. Что в этом случае делать? Спрос все равно будет высокий, потому что лето не смогло обслужить всех, кто хотел бы улететь в отпуск. Поэтому спрос будет, и спрос именно на Египет, и на Канарские острова он будет большой. Надо это учитывать, не надо ждать до последнего. Такое предложение last minute, которое существует там, я тоже читаю интернет и понимаю, что многие самостоятельные люди бронируют, кто в Германии, кто в других ближних странах, и говорят, что намного дешевле в последний момент улететь. Сейчас этого просто не существует. Этого нет. Сейчас самый дешевый отдых, который поехать к морю, это начинается от 700 евро. Поэтому это надо понять. Но что нужно сделать? Надо просто забронировать путешествия, и ни один туроператор, вот сейчас, надеюсь, что люди слушают и услышат это, ни один туроператор не просит оплату вперед. Нет такого. Бронируя путешествие за два, за три месяца, вы просто фиксируете свою удобную для вас дату, и та цена, которая за 2-3 месяца является самой дешевой. Оплата путешествия происходит, как правило, за две недели до вылета. Вот там уже наступают строгие правила, когда отказываться уже можно только со штрафом, или вообще сумма не возвращается, надо смотреть на конкретный отель, на конкретные условия. Но никаких оплат вперед за 2-3 месяца. Если с вас кто-то спрашивает, закрывайте дверь и уходите из этой компании, потому что таких правил нет. В этой связи вы ничего не теряете, у вас нет никаких дополнительных расходов и рисков, потому что за две недели будет уже все понятно. Можете вылететь, существует ли какая-то проблема в той стране, куда вы собираетесь ехать или нет. Но у вас есть гарантированная дата и гарантированная цена. В этом отношении вы просто подготовленный и мудрый путешественник. Вот такой мы советуем. Ну и плюс, конечно же, страховка. Константин, давайте отдельно подчеркнем, бронируя путешествия загодя, ты фиксируешь и цену. И даже если туры вырастут... Конечно, у нас есть... Что про наши проблемы говорить? Конечно, у нас есть проблемы, связанные с тем, что стоимость топлива, авиационного топлива, оно возросло за полгода драматически высоко. И заключая контракты, например, на летний сезон с одним топливом, мы по факту... Ну, самолеты заправляются не в апреле, а сейчас перед вылетом. И заправляются по той цене, которая есть. И, конечно, мы вынуждены просто самостоятельно датировать эту часть. Мы не имеем права и не можем просто брать туристов, которые вылетают сегодня, а купили три месяца назад разницу в топливе, которая есть на данный момент. Это просто нонсенс. Но, во всяком случае, мы так не делаем. И вот те люди, которые... Очень хороший пример. Те, которые купили в марте, а летят сейчас в августе. И те люди, которые купят сейчас, и полетят в один и тот же отель, в ту же дату, и будут жить в одном и том же типе номера, разница в цене может доходить до одной трети. Поэтому это очень важная история, которую нужно учитывать при планировании путешествия сейчас. Да, для нас это не очень хорошо. Но, с другой стороны, мы понимаем, что топливо будет откатываться назад. Безусловно, часть будет возвращаться своим темпом, конечно, не таким быстрым, особенно в зимнем сезоне, к нормальным контрактным ценам. И мы компенсируем ту часть, которая могла бы быть... Вернее, которая у нас ушла на дотации, в датирование тех полетов, которые есть в летний сезон. Это вот такая проблема, которую каждый день мы тоже смотрим на стоимость топлива. И как биржевые маклеры зависим от этого, но никуда не можем деться, потому что стоимость авиационного керосина составляет до одной трети стоимости конечного тура. И это тоже надо учитывать. Если вы видите, что топливо начинает резко расти, то сейчас лучше зафиксировать ту цену, которая есть на данный момент, потому что дальше она будет только выше. И опять вы сыграете, что называется, в плюс. И не будете доплачивать, если будете планировать свою покупку непосредственно перед выленой. Это всегда сейчас дороже. Возможно, институт или традиция last minute вернется в какой-то краткосрочной перспективе, может быть, в следующем году. Но сейчас этого просто не существует. А что называется, не каждый может посмотреть в завтрашний день, но мы давайте попробуем. Самые популярные направления будущей зимы, на ваш взгляд, что это может быть? Мы говорим про массовые направления, как правило, туроператоры оперируют массовыми направлениями для тех, кто хочет поехать в отпуск и не пользуется регулярными полетами или полетами с пересадками других аэропортов. То есть это чартерные рейсы, которые в основном 99% обслуживают только туристов. Массовыми направлениями традиционно зимой является Египет. Не только для Латвии, а вообще для стран Балтии и вообще Европы. Европейцы очень любят это направление. Во-первых, потому что оно исторически очень интересное. Там большая экскурсионная программа. Есть ведь не одни эти же люди все время ездят в Египет 30 лет. Поколение растет. Есть школьники, которые подрастают, которые в учебниках видят пирамиды и которые, конечно, хотели бы увидеть это все своими глазами. Есть круизы по Нилу. Ну, круизы это громко связано. Просто недельный тур, когда небольшой корабль плывет по Нилу с остановками. И можно посмотреть практически по всей территории Египта, проплыть и посмотреть на все главные исторические достопримечательности замечательной страны. Но все, кто был в Египте, уже знают, что это великолепное море, где прекрасно морская фауна. Фауна — это рыбки, да? Флора и фауна, да. Да, фауна тоже разноцветная. Да, и фауна тоже, да. Можно как бы просто увидеть то, что никогда ты в европейской части не увидишь. За неделю получить максимум удовольствия. И потом самое главное, конечно, это цена. Египтяне за 20 лет последнего активного туристического бума в Европе, безусловно, выстроили великолепные курорты. Есть пятизвездочные гостиницы, которые хорошо ехать и отдыхать там, где недорого, где качественно и безопасно. Поэтому Египет это все предлагает. Ведь рядом с Египтом, посмотрите, да, есть Израиль, который всегда дороже считается. Это всегда так есть, потому что традиционно так. С левой стороны там страны, которые не располагают большими туристическими традициями. То есть по большому счету самое ближнее теплое море это Египет и традиционно вся Европа туда строим просто идет. Ну и второе направление Канарские острова. Аэрболтик в этом году поставил достаточно много. Это шесть рейсов в неделю на Канарские острова. Это очень много. Прямые рейсы, да. Это очень много. Но там есть тоже свое объяснение. Все хотят зимой все-таки перезимовать в Европе. И Европа для многих является как бы основным критерием. Дорого, дешево, неважно. Но и в Европе, чтобы было тепло. Поэтому спрос существует. Он большой. И там мы ожидаем, что будет проблема с гостиницами, потому что мы одни такие. Проворные. Очень многие люди из Европы имеют там давным-давно свою недвижимость. Они летают туда просто как на дачу. К сожалению, в этом году немножко будет цена расти, потому что топливо, а там более шести часов полета, конечно, дешевого ничего ждать не нужно. Закупочная цена билета, который сейчас стоит на Канарские острова, ну, равняется, приближается к пятистам евро. Кто-то вам предлагает билет за... Не, ну, можно найти какие-то там через двумя стыковками или с ночевками. Ну, и теряешь два дня. Но это не отдых, это немножко другое. Поэтому прямой рейс всегда и для семейного отдыха более предпочтительный. Поэтому еще раз подчеркнем все самое главное. Надо не бояться планировать, обращаться к туроператору, фиксировать поездку. И главное, цену этого тура. Никто больше с вас денег не возьмет. А вот если вы упустите момент, то это ударит по вашему кошельку. А Константин сказал, что разница в цене может составлять треть. Самая популярная зимой это Египет и Канары. Ну, и третий пальчик. Обязательно, конечно же, эти все официальные туры. Это страховка, которая тоже защищает от многих-многих форс-мажоров и невзгод. Но, да. В общем-то, наше эфирное время так и подошло к концу. Огромное спасибо. Константин Пальгов. Александр, спасибо вам большое. Да, глава оператора Тест-тур был с нами. Все в путешествия. Все в лето. И продолжаем его и осенью, и зимой. Хорошо, что есть такие туроператоры. Всем хорошего дня. Радио Болткома